Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Политвестник». Сегодня в рамках программы «Горячая точка» мы беседуем с доктором философских наук, историком Игорем Борисовичем Чубайсом. Здравствуйте, Игорь Борисович. Добрый день. Добрый день. Давайте сразу же определимся с терминами. Попробуем. Как вы считаете, при какой общественно-политической формации живут нынешние россияне? Что это? Капитализм, олигархический феодализм или что-то иное? Да, очень хороший вопрос. Я бы ответил на него не напрямую, а немножко косвенно. Ответить на этот вопрос невозможно в силу одного существенного обстоятельства. Наши руководители после 1991 года ни разу чётко не сказали, идём ли мы к социализму или идём ли мы к капитализму. Ни один из президентов этого не говорил. Но представьте на минутку, что прозвучит то, что многие чувствуют. Мы идём к капитализму. Тогда возникает вопрос, а зачем же идти от социализма, который был 70 лет, к капитализму? Социализм – это отсутствие эксплуатации, социальность. Кой же идиот пойдёт из мира свободы в мир рабства? Тогда можно предположить, что ответ должен быть иной. И тогда мы ждём, что нам скажут. Мы идём к социализму. Но опять возникает вопрос, зачем же было идти от социализма к социализму? Столько решений, столько потрясений. На самом деле ответ заключается в следующем. Мы не то, что не знаем, куда идём, мы не понимаем, откуда мы идём. И Советский Союз – это не социалистическое государство, это не капиталистическое государство. И определить его в традиционных терминах формации – феодализм, капитализм, рабовладение, коммунизм – невозможно. Можно только чётко и ясно показать, что это не был социализм. Почему? Потому что, кстати, определение социализма. Вот в этой книжке, кстати, есть ответ на вопрос, который вы задали. Поэтому я… У вас только что вышло. Да, это совсем новая книжка. И поэтому я сходу отвечаю на ваш, на самом деле, непростой вопрос. Не потому что я сейчас вот моментально как компьютер сработал, да, потому что у меня об этом написано. Так вот, Советский Союз не был социалистическим государством, это нетрудно доказать. Ведь социализм – это не просто некая метафора. Ну, вот социализм и всё, да. Это чётко верифицируемое понятие. Суть социализма по Марксу есть, кстати, разные определения, есть разные типы социализма. Есть национал-социализм, есть арабский социализм, есть социализм социалистических стран. Вот у нас был марксизм, обезображенный ленинизмом, у нас был вот некий псевдо-социализм. Так что ж такое социализм? Ответ будет короткий. Сколько я не спрашивал студентов, перед которыми я обычно мечу, ну, не то что мечу-бисер, но как бы разбрасываю вечное, да, вот, никто ни разу не ответил. Ответ очень простой. По Марксу социализм – это отсутствие эксплуатации, это справедливость, это общество, в котором никто не присваивает продукты чужого труда. Вот всё, что ты… Нет эксплуататорских классов вообще, значит, нет частной собственности, и всё, что ты сделал, ты получил. Если сделал мало – получай мало, сделал много – получай много, но создано… Отмен труда на некий план. Да, на компенсацию плата за честный труд. Так вот, на самом деле, вообще такое понятие социализма теоретически, оно вполне корректно, оно работает, но в действительности такой социализм ни в одной стране не построен, такого нет, это некая мечта, утопия. Есть структуры, в которых удается избежать эксплуатации. Есть кооперативы, есть такой знаменитый испанский кооператив Мандрагона, который как раз построен так, что никакой эксплуатации нет. Так вот, повторяю, социализм – это отсутствие эксплуатации. В Советском Союзе, с момента его создания эксплуатация существовала. Существовал класс, который присваивал продукты чужого труда. Этот класс называется номенклатура, это парт-госаппарат. Об этом впервые сообщил Троцкий в своей работе «Преданная революция», а много позже об этом написал, ну, как бы с перерывом первым, после войны уже написал об этом югославский, бывший номенклатурный такой деятель, а позднее теоретик и диссидент Милован Джилас, он написал книгу «Новый класс». Но и в нашей стране был, к сожалению, почти забытый исследователь Михаил Васленский, профессор Васленский, который уехал в Австрию, и в Австрии написал очень интересную, очень сильную книгу «Номенклатура», где и показал, как именно всё устроено, как происходит эксплуатация. Так вот, именно потому что СССР был не социализмом, а непонятно чем, очень трудно сказать, куда мы сегодня идём. И всё-таки, отвечая на ваш вопрос, теперь уже, я бы сказал так, что нынешнее государство – это новая ипостась, новая форма, новое состояние бывшего Советского Союза, это продолжение Советского Союза. Почему? Потому что в Советском Союзе вся власть находилась в руках узкого слоя партгосаппарата, который использовал страну, государство и всё, что существует, в своих собственных интересах, и прикрывался коммунистической идеологией. Почему? С какой стати? Нам отвечают, мы строим коммунизм, мы самые передовые прогрессивные, всё. Ваши дети будут жить при коммунистах. Да, да, тот, кто против, тот, пожалуйста, в Сибирь, там места всем хватит в лагерях. Теперь мы оказались в новой модели советской тоталитарной машины. Сегодня нет никакой идеологии, и сегодня спрашивать не за что, нам ничего не обещали. А что вы спрашивали? Мы вам ничего не говорили. Но власть по-прежнему находится, поэтому нет идеологии, и власть по-прежнему находится в руках очень узкого слоя чиновников, которые подчиняют страну себе, которые заставляют всех выстраиваться ради реализации своих собственных интересов, поэтому происходит разворовывание государства, поэтому происходит чудовищная хищенческая эксплуатация государства, невосполнимые ресурсы, просто не рекой, а каким-то океаном вытекает из страны, и газ, и нефть, и так далее. Это мне не нужно, я уверен, что это не нужно и вам, не нужно никому, ни зрителям не нужно, но это происходит, потому что это государство нелегитимно, это государство незаконно, эту власть никто не выбирал, она сама себя назначила. Вот в такой сложной ситуации мы находимся. Сложившаяся с декабря 2011 года ситуация с пробуждением гражданского общества, гражданской активности, заставляет вспомнить события более чем столетней давности. Многие из аналитиков пытаются провести такую пунктирную параллель с 1905 годом, кто-то находит общие точки с 1989-1991 годами. Вы согласны с такими аналогиями? Ну, смотря как читать, как выстраивать эти аналогии, вообще то, что называется в науке компаративистика, вот такой сопоставительный анализ, у нас всегда интересен. Если говорить о сопоставлении того, что происходит последние месяцы, последние полгода с тем, что было в России в прошлом, то здесь опять-таки нужно вводить определенную систему отчета. Вообще мне уже хочется гаркнуть, что нужно поднять революцию в социальной науке. У нас нет социальной науки, все приходится заново создавать и заново объяснять. Вот важнейший тезис, который нельзя игнорировать и не учитывать, когда вы задаете такой вопрос, он состоит в следующем. Дело в том, что наше государство является государством, разделенным во времени. До 1917 года была одна Россия, была историческая Россия, это было легитимное государство, законное, которое узаконивало себя через Бога, через веру, и император был помазанник Божий, причем это на него накладывало огромные обязанности, это сегодня атеист думает, что он чувствовал огромную ответственность, больше, чем его подданные. А после 1917 года отказались от веры, от религии, от Бога, и в стране ни разу не было свободных выборов, эта власть нелегитимна. И то, что происходило в конце перестройки, в 1991, 1992, это были попытки, Горбачев начал переходить к законности, Ельцин попытался это сделать, чтобы люди могли выразить свое мнение, свою позицию на выборах, но это быстро прекратилось, и сегодня мы живем в нелегитимном государстве. Что из этого вытекает? Из этого вытекает, вот часто такие сопоставления, как вы сейчас предлагаете, они звучат. Ну, например, программа «Исторический процесс» недавно была посвящена теме. Вот декабристы в 1625 году выступили против власти, и сегодня демонстранты выступают против власти, да? Но декабристы в 1825 году выступали против законной власти. Против царя? Против царя. Ну, они выступали, да, против царя, да, потому что там возник, ну, известный тонкий момент, когда Александр Первый умер, завещание написал там в одном экземпляре, было непонятно, кто законный преемник, возникла некая, некий вакуум власти, да? И вот они пытались свою версию жить. А сегодняшние демонстранты выступают, и сегодняшние митинги, сегодняшние протестанты выступают против незаконной власти, поэтому как их сравнивать, разные вещи. Я недавно говорил, я не знаю, прошло это на телепрограмме, был на канале ТВ3, говорил, что вот если, нам все время говорили, вот готовится новый закон о митингах, будут штрафы, а в Англии тоже строго, с митингующими там тоже строгие штрафы за нарушение правил на митинге. Я сказал, что вот если бы я был в Англии, был гражданином Англии, то, может быть, я бы пошел служить в полицию. Почему? Потому что английская власть законная, я бы ее защищал всеми силами, против любого мятежника я бы сам ему дубина врезал бы, потому что он нарушает законную власть. Но эта власть совершенно другой характер носит, она сама себя объявила властью, и народ будет выступать против этой власти, понимаете? Поэтому здесь все аналогии очень относительны, весь параллелизм относительен, и невозможно выстраивать параллели, не учитывая, не принимая, ну, по крайней мере, вот в моей системе отчеты, не принимая тезис о том, что после 1917 года мы живем в государстве нелегитимном. И Советского Союза нет, но постсоветская Россия объявила себя правоприемницей Советского Союза. Значит, она повесила себе на шею весь тот хомут и все эти нарушения, которые были 70 лет в СССР. Она за это несет ответственность. И она это прекрасно чувствует. Понимаете, вот несколько дней назад, когда Международный суд признал Сталина преступником в связи с Катынской катастрофой, Катынской трагедии, родственники и потомки жертв расстрела, польских офицеров обратились в Международный суд. Международный суд долго это анализировал, пришел к выводу, что это тяжелое военное преступление, такое же, как преступление Гитлера. Он расстрелял пленных в условиях необъявленной войны без предъявления там, без суда и так далее, и так далее. Что на это ответили из Москвы? Из Москвы ответили, а мы никогда не рассекретим документы по Катыне. То есть, они тем самым показывают, что напрямую связаны с тем режимом. Это прямое продолжение того режима, который существовал у нас 70 лет. – Продолжим о нелегитимности. Андрей Иларионов в своем интервью знаменитом недавно назвал новый срок Путина даже не нелегитимным, а нелегальным. Игорь Борисович, бывали ли в обозримом историческом пространстве какие-то подобные примеры? И если да, то чем они и заканчивались? Каков был их финал? – Вы знаете, я как раз готовлю в начале июня, буду проводить в Москве первую летнюю школу по России ведению, где будет участвовать, в частности, Андрей Иларионов. Мы с ним договорились. А сейчас он находится в Вашингтоне. И сегодня мне рассказывали коллеги, что он там выступал на научном коллоквиуме и как раз бросил фразу о том, что ведь Путин-то нелегитимен. Но американцы, это все в Вашингтоне происходит, американцы попытались сделать вид, что они не расслышали этот вопрос, его проигнорировали. – А почему, кстати? – Потому что существуют определенные договоренности, потому что существуют хорошие контакты. То есть, нам ведь перед выборами самое страшное обвинение в адрес оппозиции заключалось в том, что он на деньги Госдепа существует. А после выборов вдруг оказалось, что в Ульяновске будет база НАТО открыта. Слушайте, так мы куда? То есть, этот режим с двойным, с тройным дном, я не знаю, сколько у него там днищ. Говорят одно, а потом совершенно другое. Ну, это все вот в раскрытии той мысли, той ассоциации, которая возникает, когда я слушал Ваш вопрос. Бывает ли такое, что некий режим нелегитимен, некая власть нелегитимна существует длительное время? Вы знаете, вообще вот есть понятие государственный переворот, а есть понятие революция. Почему я утверждаю, на каком основании я утверждаю, что в октябре 1917 года произошел переворот, а не революция? А почему? Это моя личная оценка. Вот я такой нелюбящий коммунистов, или есть какие-то аргументы? Конечно, есть аргументы. Аргументы заключаются в том, что революции часто бывают бескровные, там, скажем, бархатная революция в Чехословакии, или тюльпановая революция, революция Росс и так далее. Бывают революции и с кровопролитием, так бывает. Это не критерий революции или нет, критерий в том, что происходит дальше. Если в результате вот этих бурных политических сломов, разрывов возникает новое государство, которое развивается эффективнее, быстрее, которое лучше реализует интересы своих граждан, которое поднимается на более высокий уровень по социальным показателям и так далее, тогда это революция. А если в результате происшедших событий происходит деградация, происходит демографическая катастрофа, происходит снижение производительности труда, снижение жизненного уровня, какая же это не революция, это переворот. И вот в этом смысле история нашей страны действительно необычна, потому что перевороты иногда длятся там три дня, их свергают, сбрасывают. Но бывает семь дней, десять дней. Кстати, сами большевики были уверены 25 октября 1917 года, что они продержатся несколько дней, и западные газеты писали, что какая разница, почему они вообще пришли к власти, почему они усидели, потому что, я не знаю, говорить об этом или нет, это еще некоторое время потребует. Да, говорите, конечно. Ну, потом вырежете, если что. Я ничего криминального не скажу, просто вам нужны короткие ответы. Ничего страшного. Дело в том, что ведь после февральской революции, после февральской революции ни на один вопрос не было дано ответа. А как России жить дальше? Было решено одно, что мы проведем, наши предшественники недалекие проведут свободные выборы в учредительное собрание, и учредительное собрание решит. Возможно, оно решит, что нужно ограничить роль императора. Возможно, оно решит, что нужно отказаться. Возможно, оно, то есть, вот это, ну, должно было решать учредительное собрание. И временная правительство Керенского все время обещало провести выборы и затянуло с этим. И большевики сказали, ну, что такое, ну, что, вот мы сейчас придем и проведем, да. Поэтому, когда большевики вошли в зимний и взяли зимний, и сказали, что мы проведем выборы, так никто на них не реагирует. Какая разница, Керенский будет, Ульяновский, там, еще кто. Это не мило, вот выборы. И они провели эти выборы через три недели после прихода к власти. Большевики действительно провели выборы, на которых с треском проиграли. И когда они получили меньше четверти голосов. И когда 18 января 18-го года учредительное собрание встретилось, собралось, хотя они уже перекрыли дорогу, ряд депутатов не могло проехать и так далее, и так далее. Учредительное собрание отказалось утверждать декреты советской власти. Она незаконна. И после этого советская власть, опираясь на вооруженные силы, которые формировались, а советская власть, советы, большевики, красногвардейцы разогнали учредительное собрание. Мы находимся в нелегитимном государстве. Знаменитый «Караул Устал». Да, да, да. Но в этом фильме все показано как бы так благосклонно. На самом деле и в Москве стреляли, и в Питере стреляли. И, собственно, после этого и началась гражданская война. Потому что, когда большевики пришли к власти, это никого не волновало, как я уже сказал, какая разница. А вот когда они сверли законную власть, тогда все поняли, что произошло. И тогда встали на дыбы. И тогда в России началась гражданская война, которая длилась 4 года. И все-таки, Игорь Борисович, нелегальность Путина – это уникальный случай в мировой, скажем, истории? Да, я слишком долго рассуждал. Поэтому я вот опять-таки возвращаюсь к этому вопросу. А вот что хотел сказать. Что нелегальность может длиться несколько дней. И сами большевики думают, что они там неделя продержатся, месяц. А получилось, что они продержали 70 лет, и фактически этот режим держится еще 20 лет. Но это не делает режим легальным. В этом смысле Россия находится совершенно в необычной ситуации. Потому что у нас власть, которая является не нашей. Ни неделю, ни два, ни месяц, ни год, а 90 лет. Но это проявляется каждый день. Это проявляется во всем. Народ выходит на улицы и говорит, слушайте, мы хотим вот это, вот это. А законная в кавычках власть говорит, а мы примем такие законы, мы вам такие штрафы ведем. Слушайте, да вы принимайте то, что мы говорим. То, что мы, это же наша страна, это же мы выходим. Это же не найми-то госдепа. Граждане России выходят на улицы. А вы им говорите, а мы вас накажем миллионами рублей. Да вы что, с ума посходили? Как? Это же абсолютно ненормальная логика. Это якобы экстремисты. Это экстремисты. Власти не смогли ни одного свободного митинга провести. Когда они 6 мая действительно не стали свозить автобусами на Поклонную гору, а решили, что там соберутся сотни тысяч людей, там собралось примерно полторы тысячи человек. Полтора землекопа. Да, вот собственно и все. Поэтому вот эта власть нелегитимна, повторяю, что это проявляется во всем. В том, что у нас нет истории 20 века. Вот мы только что отмечали День Победы, да. Но ведь мало кто знает, что это фактически параллельно с Отечественной войной проходила и Гражданская война. Потому, что впервые в истории страны миллион двести пятьдесят тысяч человек, это 125 дивизий советских людей, русских людей, воевали против собственной власти. Это не один власов. Там десятки тысяч было людей, которые перешли на сторону противника. Конечно, ну, наверное, там, не знаю, было там полтора фашиста. Ну, какие в России фашисты? Это люди, которые пошли даже на сотрудничество какое-то с Гитлером, чтобы спасти, в общем-то, свою страну против Сталина. А другие шли черт с ним, со Сталиным, но чтобы спасти свою страну. Вот в каком тяжелейшем положении оказались наши соотечественники. Это все из-за того, что режим нелегитимен, понимаете. Вот поэтому и Отечественная война была одновременно гражданской. Поэтому сегодня, мы помним, власти только ввели такой праздник, они все время спекулируют на этой войне. Ветераны остались без жилья, ветераны, погибшие в войне, не захоронены до сих пор. Но власти, ну, если они хоть чуть-чуть думают об этих людях, ну, хотя бы примите указ, вы уже жилье им ни черта не дали. Но сделайте, гарантируйте бесплатное захоронение. Ну, уходит из жизни человек. Мы понимаем, пусть живут долго, да, но не вечен человек, да, вот эти люди, они уходят на наших глазах. Ну, дайте им, их родственникам, их близким, возможность, чтобы они за счет государства были захоронены. Ну, они же копейки свои собирают, чтобы на похороны. Нет, об этом они не думают, об этом они не думают. Ну, и вот эта двоякость государства, которая как бы это и не это, наше и не наше. Вот мы все время с этим сталкиваемся, это на каждом шагу проявляется. И чем логически должно завершиться все то, что мы сегодня наблюдаем, если можно коротко, и в какие сроки, возможно? Если, я понимаю, вы не Нострадамус, тем не менее, очень многие задают именно этот вопрос, потому что многие говорят, терпеть уже невозможно. Да, вы знаете, я только могу сказать, что это действительно общее настроение. И когда общаешься с самыми разными людьми, с самого разного уровня, и руководителями, и рядовыми, и простыми, и теми, и семи, ну, это просто случайный разговор, зашел в аптеку, там нужно было купить витамины, да, тут же начинается, да что же за цена, тут же меня подходит, да раньше надо было бастовать ее, свергать, вот человек из очереди, говорит, да, что мы терпели, вот теперь терпите, вот, да, да. То есть, это общее настроение непринятия этой власти, общее настроение отчуждения. С моей точки зрения, власть сейчас бросила вызов народу, то есть, она не пошла ни на какие компромиссы. Ну, смотрите, только что новое правительство появилось, да, и что заявил новый министр образования. Мы Фурсенко не могли уже, нет ни одного нормального человека, который бы поддержал ЕГЭ, но всем ясно, что он разрушил среднее образование, да, и когда, кстати, когда Фурсенко уходил, а он за две недели до ухода провел встречу, как бы отвальную министерству, это было в интернете, я читал и сказал, что вот народ принял ЕГЭ, и теперь будет новый министр, который в вузах ведет ЕГЭ, вот договорился, да, приходит новый министр и говорит, что вообще образование должно быть платным, и инженерное образование у нас в стране не нужно. Он что, из Третьего Рейха пришел? Ну, как можно? Это вот Геббельс говорит, что на этой оккупированной территории, где эти русские, да, мы там образование, да, чтобы до ста считали, больше уже нам не нужно, до ста, чтобы умели считать, да, что это такое? Ну, там доктрина была вообще до скотского состояния довести, чтобы галочку ставили напротив фамилии, и все, крестик. Ну, да, ну, чтобы там элементарно чем-то владели, потому что надо же ими командовать как-то, вот они и такое говорили, да, а теперь мы слышим, что там не нужно высшее инженерное образование, это страна, которая формально мечтает провести модернизацию, новые технологии, там, и так далее, и так далее. Сколково. Вот, да, Сколково, поэтому сколько это продержится? Я верю, что власти идут на конфликт, причем я уверен, что чем жестче они будут закручивать, тем будет острее противодействие. Потому что, понимаете, я не открою Америку и не выступлю вроде некого экстремиста, известно, как это было в Югославии, как Милошевич там долбал-долбал народ, потом они пришли с бензином, сожгли скупщину, захватили город, и все закончилось, и все, понимаете? Ну, нам уже сообщали, что уже и партизаны в России уже сообщали, что в Москве забросали горячие коктейли Молотова, машины полиции и так далее. Ну, что же они делают? Они же подталкивают людей, ни на какой диалог не могут. А может, они специально это делают? По принципу нет страны, нет вопросов? Ну, я не знаю, я не думаю, что они делают это специально. Я не думаю, есть разные мнения. Я не думаю, что они делают специально. Они, видимо, не понимают, что происходит, неправильно понимают. Я не хочу сказать, что они все дураки. Есть такое мнение, они дураки. Они не дураки, они мыслят, но они совершенно оторваны от общества. И Путин ведь не ожидал, что он будет ехать по Новому Арбату на инаугурацию, а там не будет ни одного человека. Вы так считаете? Он этого не ожидал, конечно, конечно. Правда, эти сутки я провел в милиции за участие, как бы, в Северном Эсмайле, за то, что я участвовал в акции протеста. Не протеста, а в разрешённом митинге участвовал, 6 мая. Меня там схватили ОМОНовцы. И вас там повязали? Да, меня там повязали ОМОНовцы, поэтому я не видел сам своими глазами. 6-го и 7-го я другие пейзажи видел там в клеточках в основном. Но то, что я слышу. Но я вчера видел очень любопытный репортаж. Понимаете, есть вещи, которые можно перескать словами, есть вещи, которые нельзя. Когда Путин совещался с своими помощниками о том, и водить штрафы или не водить. Но более нервного лица я не видел. То есть, то, что он говорил, это одно. Но если вы видели это лицо и видели этот отчёт, то было абсолютно ясно. Человек находится в огромном нервном... Он страшно нервничает. Потому, что кое-что ему понятно. Кое, о чём он догадывается. Поэтому вот куда идёт эта власть? Власть пошла по принципу стенка на стенку. Не будем уступать. Ни в чём не будем уступать. Ублём же под Москвой. Да, ну да. Но вот это абсолютно неприемлемо. Конечно, здесь самая главная опасность. Не дай бог, не дай бог не потерять государство. Потому, что может рухнуть не только режим, а может рухнуть государство. И многие как бы недооценивают эту опасность. И думают, да, потому что будет маленькая, будет 100 государств. Кто будет считаться со страной, которая ограничена Псковской областью? Или Московской области? Кому она нужна? Из нас сегодня всё выкачивает. Понимаете, у нас последний шанс – это сохранить свои масштабы, размеры. И потом всё-таки всё восстановить и встать на ноги. Если нас разорвут на части, нас задавят. Тут забудете о своей истории, языке, культуре, литературе. Ничего этого. Всё навежут чужое. Поэтому нужно всеми силами думать о том, как сохранить российское государство, как восстановить российское государство. А власть нужно менять. Этот режим не годится. Я благодарю вас, Игорь Борисович, за участие в нашей программе. Спасибо вам. Действительно, режим надо менять. И это говорит не только Игорь Чубайс, мой сегодняшний собеседник. Это говорит сам разум и подсказывает опыт истории. Читайте книгу Игоря Чубайса «Российская идея» и смотрите «Предвестник». Продолжение следует...